Здравствуйте, уважаемые слушатели и зрители, с вами Вячеслав Котляров. В Харькове 1 час 31 минута 30.11.2016 года. Данный ролик будет абсолютно необычный. В данном ролике буду говорить я. В данном ролике будет, возможно, новая рубрика новости нашей соты. Это будет исключительно зависеть от вас, уважаемые слушатели и зрители. Если раз в неделю, может в месяц, на моем канале будет появляться подобная информация, и вас она будет устраивать, возможно, этот ролик будет не последним. Приятного прослушивания. Космос. В человеке всегда была заложена тяга к неопознанному. Космос такой близкий, такой далекий. Это бесконечность, в исследовании которой мы сделали, наверное, полшага. А может быть и вообще не сделали. Но это не важно. Что нас ждет завтра? Астероид? Или терраформирование Марса? Что же сделает НАСА? Пошлет первого человека на Меркурий? Или отправит его назад в будущее? Следите за интересным. Что происходит за пределами стратосферы? А вот когда Земля будет исследована целиком и полностью, человек не соскучится. Ведь у него останется космос. 2016 год подходит к концу. Чуть больше месяца осталось для преодоления важной веки, отделяющей нас от 2017 года, который придет со своими радостями, тревогами, сингулярностями, странностями, неадекватностями. Чем же нам запомнился 2016 год? Мы начинаем подводить итоги. Сенсационное открытие сотовой Земли прошло для многих незамеченным. Но это не страшно. Все космонавты, все астронавты мира будут делать все для того, чтобы утаить эту великую загадку нашей сотовой планеты. Все космонавты и астронавты мира не смогут даже показать маленький снимок Антарктиды сверху. Они будут весело хихикать, кувыркаться в своих псемдо-МКС. Но сделать маленький снимок Антарктиды они не смогут. Потому что мы все знаем, космонавты и астронавты – это все клоуны, которые ждут леща. Но если честно, в этом году важнейшие научные события были скорее разочарованиями, нежели прорывами. Но отрицательный результат тоже результат. Поэтому стоит порадоваться тому, что открывается поле для новых теорий, экспериментов и открытий. 11 февраля 2016 года учеными Лига была официально объявлена об открытии гравитационных волн. Ученые, как обычно, доказали. Ведь ученые, они, как обычно, сделали открытие. Ученые произвели сенсацию. Ученые сделали переворот науки. Ученые – это все. Без ученых никто не сможет даже посолить огурцы. Команда физиков-шизиков смогла услышать и записать звук из черных дыр, которые сталкивались в миллиардах световых лет от нас. Черные дыры столкнулись в миллиардах световых лет от нас. И физики-шизики смогли услышать. Нет, они не только услышали, они даже записали этот звук. Гениальные гении. И этим самым они подтвердили последнее пророчество общей теории относительности Эйнштейна. По непроверенным данным, физики для своей работы пригласили Дангасана. Это шифрующийся штрих, который не показывает своего лица и прячет тщательно свою фамилию, имя и адрес проживания. Был приглашен физиками. И он подтвердил. Звук слышен. Правда, он едва слышен. Но он слышен. И это стало первым доказательством существования гравитационных волн в пространство-времени, предсказанном Эйнштейном, в прошлом веке. Также он является подтверждением природы происхождения черных дыр. Ведь каждый физик, шизик, имеет черную дыру в своем плоском, круглом, шарообразном мозге, а также гравитационных ловушек, из которых не может выбраться даже свет. Свет — это великая тайна, нераскрытая. Как только свет попадает в гравитационные ловушки, выбраться свет оттуда самостоятельно не может. На это к нему на помощь приходит, как вы думаете, кто? Правильно, Данкосаны с астронавтами и космонавтами, которые все ожидают лещей, перемещаемые этими гравитационными волнами энергии в 50 раз мощнее суммарной энергии всех звезд во Вселенной вместе взятых. Это было зафиксировано высокочувствительными антеннами ЛИГА и высокоумными мозгами ученых, в которых также находились черные дыры. Гравитационные волны ответят на все вопросы. Существуют ли черные дыры на самом деле? Но как мы знаем, что черные дыры позволили найти гравитационные волны, а теперь гравитационные волны ответят на вопросы. Существуют ли черные дыры на самом деле? Движутся ли гравитационные волны со скоростью света? Стоит пространство и время из космических струн? Да, уважаемые слушатели и зрители, подобной научной фантастикой нас кормят уже на протяжении многих лет. На подобных трудах было взросшено немало космонавтов, астронавтов, которые ждут леща. А с вами был Вячеслав Котляров. Спасибо, что слышали, слушали. Всего доброго. Спасибо за внимание. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok